Добрый вечер. Рада, как всегда, вас видеть. За это время произошло многое, пока мы с вами в эфире не общались. И одно я могу сказать совершенно уверенно, что за это время отношения между центральными властями и гагаузскими явно не улучшились. Вы согласны с такой постановкой? Да, согласен. С такой формулировкой, я бы сказала. Но то, конечно, есть свои причины. Какие, прежде всего, видите вы? Ну, я думаю, что две причины самые важные. Первая причина – это неудача правительских властей в реализации своих пообещаний предвыборных. Это первая причина. И вторая причина – их желание решать вопросы силовым путем. То есть они вот за эти три года, что находятся у власти, они так и не научились договариваться, общаться, уступать, идти на какие-то компромиссы. Они не научились. Они привыкли вот давить. Помните, как говорил Шариков? Мы их там душили, 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 душили. Вот то же самое получается и здесь у нас. Понятно. Ну, смотрите. Сегодня президент побывала в Вулканештах, однако пришлось ей не прямой дорогой добираться до Вулканешт, а вот как-то окольными путями. И связано это с тем, что в Кангазе ее ждали жители Гагаузи, которые хотели ей сказать, как они относятся к тем шагам, которые в отношении Гагаузи предпринимает центральная власть. Вот как такую ситуацию можно оценить? Ну, это опять же неумение общаться с собственным народом. Неумение общаться. То есть у нас власть придержащие вспоминают о народе. Когда? Когда надо голосовать, когда они идут на выборы. Вот тогда они сразу резко теплеют к народу. Что касается остальных месяцов и годов, они игнорируют людей. Они игнорируют не только самих людей, они игнорируют их нужды, их потребности, их чаяния, их заботы. А обо всем об этом государство не задумывается абсолютно. И это привлечет за собой создание ситуации, когда между власть придержащими и народом образуется пропасть огромного размера. Ну хорошо. Вот что сказала по этому поводу Майя Санду. Она сказала так. Я открыта к диалогу со всеми гражданами, которые приходят на дискуссии со своей повесткой. То, что мы видели сегодня, в другие дни, это привлеченных за деньги граждан, которые приходят не со своей повесткой дня, а с повесткой преступных группировок. То есть получается, что все-таки отношения еще сильнее после этого момента, насколько я понимаю, они обострились. Так? Знаете, у нас настолько все это преувеличено. Я вообще прихожу к выводу, у меня такое сложилось впечатление, что молдавские власти изобрели новое средство управления государством. Это средство называется ложь. Ложь. Они лгут направо и налево, когда надо и когда не надо. Почему у нас закрываются телевизионные каналы? А мы поговорим еще. Вот это хороший вопрос. Потому что эти телевизионные каналы разоблачают ложь правителей. Поэтому они их закрывают. Это если называть вещи своими именами. Ну, как вы говорите, мы еще поговорим об этом. Мы поговорим, потому что этот вопрос есть. Потому что даже сегодня уже появилось какое-то развитие этой ситуации. Тема для нас, для всех, чрезвычайно важная. Ну вот смотрите, на самом деле отношения между центральными властями и Гагаузией в последнее время беспокоят все сильнее и сильнее. Потому что мы не видим каких-то, на мой взгляд, даже путей выхода из того, что происходит. Вот смотрите, комиссия, да, вроде бы заседает в парламенте, на нее не приглашают Башкана. Может и есть свои, конечно, аргументы у тех, кто это делает. Они объясняют как-то какими-то своими моментами. Но с другой стороны, смотрите, появляется информация буквально вот на днях о том, что Вероника Драголин, по-моему, она заявляет, что прокурор, который ведет дело Башкана, Евгений Гуцул, говорит, что это само дело находится на стадии доработки. Материалы будут доведены до сведений адвокатов и обвиняемых. Это произойдет, если не ошибаюсь, на следующей неделе. Оппозиция считает, что это политическая. Власть говорит, нет, ничего подобного. Она нарушила закон, и невзирая на ранг, она должна ответить. Что думают юристы? Я не читал материалы этого дела, мне трудно высказываться. Но видимость, которая создается действиями властей, такова, что это действительно политическое обследование. Потому что, если бы дело госпожи Гуцул было бы единственным в Молдове, мы могли бы говорить, что да, нарушал закон, привлекаем к ответственности. Но у нас был совершен целый ряд абсолютно логических действий, направленных на разрушение оппозиции. И что самое страшное, не только оппозиции, но и любого другого противоположного мнения. Они разрушили даже правый сектор, который вроде бы как их братья по крови, да? Ну, по идее, да, они разделяют. Да, они взяли, разрушили и правый сектор. Так вот, в отношении госпожи Гуцул и в отношении того, является ли это преследованием по политическим мотивам? Я считаю, что 100% является преследованием по политическим мотивам. Как я уже говорил, если бы это был эпизодичный, один изолированный эпизод, ладно, можно было бы как-то говорить, бороться с чем-то там они. Но это же было сопряжено, совпало по времени. И с Ростовским партией Шора, и с снятием кандидатов с выборов, и с проведением обысков в офисах, и с разгоном демонстраций. Но узнали мы об этом после того, как Башкан побывала в России и встретилась с Владимиром Путиным. Как бы такой широкий был, временной был определен промежуток. Я думаю, что нашим властям, молдавским, нужно в законе предусмотреть, что запрещается ездить в Россию, наказывается сроком лишения свободы на 5 лет, или там, скажем, запрещается встречаться с господином Путиным, наказывается сроком лишения свободы на 5 лет. Что-то вроде этого. Пока этого нету, никто не может быть ограничен в своих правах. Даже если эти страны названы агрессорами, с которыми Россия названа страной-агрессором, в нашей концепции национальной безопасности. В отношении Молдовы? Я не думаю. Честно говоря, я не читаю этот весь бред. Для меня это полнейший бред в этой концепции. Потому что, когда мы говорим о том, что Молдова является нейтральным государством, все концепции расстроятся на этом постулате, что Молдова – нейтральное государство. Сейчас вот я читал буквально вчера, кто-то там из этих власт придержащих заявил, что те, кто продвигают идею нейтралитета в Молдове – это, опять же, сторонники Путина. Или там сторонники, не знаю, чего-то там. Ну это, знаете, как Эйнштейн говорил, да, что есть две вещи, в отношении которых можно сказать, что они бесконечные. Это, значит, вселенная и человеческая глупость. Но в отношении вселенной он продолжал, я не уверен. Я понимаю, но все равно как-то, когда говорят о нейтралитете, то представители власти делают существенную оговорку. Вот вы неправильно понимаете нейтралитет, говорят они нам. Нейтралитет – это не то, что мы не должны уметь защитить себя. Нейтралитет все равно нужно свой защищать, и все равно нам необходимо а. вооружение, да, б. армия там современная, там, да, значит, мобильная и далее по тексту. Вот что-то в этом, наверное, есть от правды, нет? Да нет, это полнейшая чушь. Это полнейшая чушь, свидетельствующая о том, что эти люди понятия не имеют о том, что такое управление государством. Знаете, как есть такая пословица, что самая хорошая битва – это та, которую удалось предотвратить. То есть они даже строят свою политику так, чтобы предотвращать малейшую возможность. Знаете, как говорят, вот здесь китайская пословица, что если тигра достаточно долго дергать за усы, то рано или поздно он тебе откусит голову. Но знаете, что в ответ популярный, какой сейчас у власти, они говорят, что нам необходимо понимать одну очень важную вещь, что пока сопротивляется, как они говорят, Украина, то мы должны понимать, что только тогда нам не угрожает Россия и ее войска. Как только, если вдруг это произойдет, перестанут Украине помогать, то тогда, очевидно, я так понимаю, что появляется угроза нашей стране. Знаете, я наполовину украинец. Я тоже. У меня папа басарабский румын или молдаван, как хотите, так его и назовите, а у меня мама украинка с польскими корнями, польского происхождения. То есть я учился на Украине, я учился в Харьковском юридическом институте. Я с женой встретился на Крещатике в Киеве, именно оттуда возникла наша семья. Я в детстве три года жил в Одессе и учился в украинской школе. То есть меня связывают с Украиной довольно-таки серьезные личные связи. При всем при том, я хочу сказать, что, на мой взгляд, власти Украины совершают громаднейшую ошибку. Потому что богатство Украины заключается в ее народе. И самая главная задача, которая стоит, или как я ее видел, будучи я где-то там приближенными к ним, я бы видел самую главную задачу, это сохранение украинского генофонда. Потому что, то есть сохранение народа как такового. Потому что если пойдет так дальше, они останутся без генофонда. И смотрите, люди убегают, люди не хотят воевать. То есть народ не хочет воевать за свою страну. Они платят там десятки тысяч евро, чтобы покинуть территорию Украины и уехать в ту же Молдову. У нас ни одного дня, если вы открываете следствие массовой информации, ни одного дня вы не найдете, чтобы на границе не задержали там 10, 15, 20 украинцев, которые текают из своей страны. Почему это происходит? Потому что, опять же, между их властями и народом образовалась пропасть. И они должны думать о своем народе. Территории, они приходят и уходят. Возвращаются потом обратно таким же самым образом. Вы посмотрите вот наши территории молдавские, да? Они сейчас находятся... Южная Бессарабия находится где? Северная Молдова находится где? То есть это все-таки... Ну давайте мы сейчас все похватаем автоматы, начнем что, друг с дружкой разборки устраивать? И вообще, и вообще, любая война, любой вооруженный конфликт, это прежде всего провал в политике государственных деятелей. Это их личный провал. И если им не хватает умнишки для того, чтобы организовать качественно управление государственными делами, им нужно приглашать специалистов, приглашать тех, кто может дать разумные советы. Ястребы, военные ястребы, милитаристы, они всегда существовали. И они всегда будут существовать. Потому что война – это очень выгодное дело, финансово выгодное дело. Выгоднее, чем проституция, выгоднее, чем наркотики, выгоднее, чем другие сферы незаконного бизнеса. Война – это самое выгодное дело. И сказать, что вот те, кто зарабатывает на этой войне, сами добровольно откажутся от своих сверхприбылей, ну это неправильно, они не откажутся от этих сверхприбылей. Поэтому народ избирает своего президента, своего отца нации, если хотите. А отец нации, он должен заботиться не о своих личных амбициях, он должен заботиться о благополучии собственного народа. И, как я уже сказал, вот я, как наполовину Украине, заявляю, что самая главная задача, которая сейчас стоит перед украинским государством – это сохранение генофонда нации. Интересно вас было сейчас послушать. Правда, я даже вас не перебивала, потому что на самом деле редко, когда в студию приходят люди, которые вот так пытаются на эту ситуацию взглянуть, что называется, с высоты. Хорошо, если мы вернемся к отношениям гагаузских властей центральных, все-таки есть ведь какие-то варианты для того, чтобы в этих условиях мы не присутствовали при постоянном напряжении. Мы видим, что с каждым шагом постоянно идут какие-то, не знаю, там новости о том, что, ну смотрите, никак не назначается башкан в правительство. Ну уже просто, не знаю, где только об этом не говорили. Уже мы выслушали объяснение и главы государства, которая сказала, что я понимаю, но у меня не поднимается рука. Масса еще юридических каких-то вот было нюансов, понимаете? Вот надо что-то держать, делать в этих условиях. Что можно сделать? Знаете, на мой личный взгляд, или по моему личному мнению, это частный вопрос. Назначение госпожи Гуцлова в состав правительства, это частный вопрос. Да, госпожа президент, она обязана, она обязана назначить госпожу Гуцлова в членом правительства. Она обязана. Но, с другой стороны, назначение госпожи Гуцлова в членом правительства существенно снизило бы ее личное поле для маневра. Потому что, будучи членом правительства, она обязана подчиняться стандартам, принципам, правилам поведения члена правительства. И Майя Санду, если бы она была нормальным политиком, она бы понимала, что таким образом, назначив госпожу Гуцлова в членом правительства, она бы связала ей руки. Она уже не могла бы ездить к господину Путину, она не могла бы там совершать другие действия, заявления всякие делать. Не могла бы. Она должна была бы действовать как член команды. Правительство – это единая команда. Единая команда должна действовать как единый организм. Если бы госпожа Санду понимала это, она бегала бы сама за госпожой Гуцлова, чтобы ее притащить и назначить в членом правительства. Но она не понимает. Она не понимает многих вещей, к сожалению. И когда-то это ей отзовется. Потому что то, что она делает, это своего рода превышение служебных полномочий. Служебное превышение служебных полномочий может быть совершено как путем действия, так путем и без действия. А превышение служебных полномочий – это уголовное преступление, за которое предусмотрен очень серьезный срок наказания. И термин предпредскрипции, срок давности, там очень большой. Там не менее 10-15 лет срок давности. То есть другие власти, которые придут через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет, они могут вернуться к этому вопросу. То есть она должна советоваться, госпожа Санду, она должна советоваться с теми людьми, которые понимают что-то в этом. А не со всеми этими вот, вотч-догами, или вотч-хот-догами, как их сейчас называют, а с нормальными специалистами. Вотч-догами. Да. Ну, смотрите, власть в судебных инстанциях в последнее время стала проигрывать. Последний, значит, пример, это когда Конституционный суд рассматривал, значит, по поводу возможности избираться, да, членом запрещенной партии ШОР. Вот скажите, вы как думали, Конституционный суд какое примет решение? Вот вы были уверены в том, что они скажут, что нет, вот эти вот, то, что задумала власть, это незаконно? Ну, опять же, здесь два момента. Первый момент, я лично думаю, что они отклонят это. То есть не будут рассматривать даже? Ну, признают неприемлемо. Я лично так думаю. Но второй момент, то, что они приняли. Они признали неконституционность закона по формальным принципам, что закон одновременно был проголосован в двух чтениях. Чтение, первое и второе, чтение единомоментно. И в этом выразилось нарушение. Ну, завтра господин Гроссу возьмет, организует голосование, они сделают это, растянут по времени. А вы читали мотивировочную часть уже? Я не читал мотивировочную часть, но я читал объяснение. Читал объяснение, почему, по какому пути они пошли. Я согласен с вами, что по большому счету в данном случае они даже были по существу рассмотреть это дело и по существу высказаться, потому что здесь нарушение именно по существу. Именно по существу, потому что права огромного количества людей были нарушены самым беспродонным образом. И Координационный суд, будучи гарантом соблюдения Конституции, будучи органом Координационной юрисдикции, они не могут это... Да, я понимаю, половина этого состава суда, это там пропасовцы. Это все это понятно, великолепно, это видно невооруженным глазом. Но так не должно быть. Они должны не забывать, что то, что касается, то, что я сказал в отношении потенциальной ответственности господин президента, то же самое касается и потенциальной ответственности их. Вы посмотрите, вот они пошли по пути несогласия с привлечением к уголовной ответственности ответственности членов предыдущего состава Конституционного суда, которые участвовали в совершении антиконституционного переворота в Молдове, когда они там распускали парламент, вы помните? Да, да, помню. Конституционный суд пошел по пути несогласия с тем, что их можно привлекать к ответственности. Под вымышленным предлогом, что они там типа там независимые, нельзя покушаться на их независимость. Но фактически они это сделали почему? Почему? Это очень интересное объяснение. Фактически они сделали потому, чтобы сохранить для себя возможность непривлечения к ответственности. К ответственности, да. Да, зная, какие решения они должны будут принимать. То есть если бы они тогда приняли решение, что судя Конституционного суда должны все-таки ответить. Должны все-таки ответить. Должны все-таки ответить за свои антиконституционные действия. Тот же самый принцип применялся бы к ним сейчас. Поэтому, чтобы этого избежать, они вот продумали это все, и вот такое решение приняли. Но, 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 опять же, только закончу фразу. Но это совершенно не означает, что следующие власти, которые придут, не смогут это все изменить, поменять. Опять же, какой-то принять закон. Другой состав суда, да, которые бы действовали на основании Конституции, строго на основании Конституции. То есть я, 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 я сожалею о том, что вынуждены об этом говорить. Очень сильно сожалею. Я был одним из тех, кто принимал участие в том, чтобы предыдущий режим ушел бы с политической аренды Молдовы в надежде, в надежде, что придут к власти нормальные люди, которыми они себя заявляли и декларировали. И я им искренне верил. Я им искренне верил. Но власть показала, что я, несмотря на мою средину в волосах, что я ошибся. Но главный вопрос все-таки, я рискну с вами здесь поспорить, после этого решения, да, все-таки, это что делать с теми выборами, которые уже состоялись местные. Потому что сейчас представители запрещенной партии, Марина Таубер, в частности, они выходят и говорят, что мы считаем, что эти выборы нельзя считать легитимными, потому что вот не принимали участие. И они требуют, да, рассмотрения этого вопроса. И, в принципе, пока, насколько я понимаю, такой четкого ответа на этот счет никто не дает. Да, я согласен с госпожой Таубер в данном случае. Потому что есть принцип из древнего аренского права, что пусть рухнет мир, но восторжествует юстиция. То есть там, где нет юстиции, там нет ничего. Ни государства, ни прав человека, ни нормального образа жизни, ничего. То есть раз, когда суд принял такое решение, которое они приняли, в Молдове должно быть восстановлено легитимность. Выборы должны быть легитимными. Иначе мы должны согласиться с тем, что те, кто сейчас находится у власти, они нелегитимны. Они получили мандат на основании действий, действий, несовместимых с Конституцией Республики Молдова. На основании антиконституционных действий. А раз так, ситуация должна быть исправлена. Каким образом, господин Павловский? Ну, это уже центральная избирательная комиссия. Они должны собраться, они должны пересмотреть. Они же заявляют, признают, они признают законность выборов. После того, что выборы происходят, центральная избирательная комиссия признает. Это же мы идем речь о местных выборах. То есть они не идут, вы хотите сказать, в Конституционный суд местный? Да, они не идут в Конституционный суд. Насколько я, я не хочу обманывать, я не помню точно. Мне само интересно по этой цепочке. Насколько я знаю, то, что касается местных органов власти, нет, они не обращаются в Конституционный суд. Конституционный суд признает выборы президента и парламента. То есть здесь избирательные органы, они должны пересмотреть свое решение о признании законности выборов. И, соответственно, признать незаконность этих выборов. Ну, я не знаю, что думает по этому поводу власть, но я думаю, что, наверное, кто-то из них рассуждает так. Но у нас же были прецеденты, когда были незаконные снятия, признавали. Я сейчас говорю о партии Усатого, я вынуждена это напомнить, понимаете? То есть, получается, если тогда наше общество повело себя так, как повело, получается, да, то власть, наверное, подумала, ну, тогда же ничего не было, чего бы не повторить. Ну, давайте мы сейчас скажем, что эта власть, она такая же, как и та власть. Но они же пришли к власти под другим лозунгом. Они пришли к власти, что мы другие, мы не такие, как те. А раз так, они должны поступать так, как подсказывает юридическая логика развития событий, а не так, как поступали предыдущие. Ну, давайте, ну, хотя у нас, если проанализировать ситуацию, то можно найти очень много параллелей между режимом господина Пахотнюка и режимом госпожи Санду. Очень много параллелей. Они-то не согласны, что это режим, да? То есть, я сейчас говорю о том, на что они могли бы, да, в принципе. Они могут не соглашаться, сколько они хотят. Но у меня такое мнение, что это не демократическое правление, это банальный режим, постепенно скатывающийся не только к тоталитарному, а скатывающий к тираническому даже. Я бы сказал так, что он все больше и больше напоминает тиранию, банальную тиранию. Я здесь должна сказать, что власть с вами категорически не согласна, потому что они считают, что если бы все было так плохо, то Молдова никогда бы не стала страной-кандидатом на вступление в Ельц. Знаете, это интересный вопрос. Ну, я... Аргументы власти вам сейчас... Вы задаете мне каждый раз интересные вопросы, на которые я не могу ответить за 30 секунд. Требует немножко больше времени. Но между вступлением в Европейский Союз и между европейской интеграцией есть разница огромного размера. Вступление в Европейский Союз – это чисто техническая процедура. Там обнимание, поцелуйчики, пьянки в мимикостеле – это техническая сторона вопроса, которая, да, позволяет тебе ускорить процесс вступления, в то время как интеграция – это совершенно другое. Интеграция – это глубочайшие структурные изменения в стране. Как говорил Владимир Николаевич Воронин когда-то, мы должны привести Европу к нам в Молдову. Построим Европу у себя дома. Или построить Европу. Это то же самое. Смысл заключается в том, чтобы европейские стандарты имплементировать в Молдове, у нас здесь. Вот это будет интеграция. А вступление – это технический вопрос. Ну, хорошо, завтра они проголосуют. Вот Молдова, Диазина, иди, как говорится, становятся членом Европейского Союза. Что от этого изменится у нас в стране? У нас что, перестанут телевизионные каналы закрывать? Вот теперь вы мне задаете такой вопрос, на который сложно, что изменится в нашей стране. А это вопросы исторические. Это вопросы исторические, потому что я знаю ответ на него. И я знаю ответ. Пока у нас не будет произведены глубочайшие структурные изменения в стране. А если уже сократить до максимума то, что я говорю, народ на собственной коже должен почувствовать улучшение жизни. Знаете, в чем кроется ответ на ваш вопрос? В ответе одного европейского чиновника, который как-то вот так вот взял и спросил меня, например. Скажите, а почему вот ваша власть так хочет в Евросоюз? Как вы отвечаете? Вам ведь тоже, наверное, это спрашивают. Ну это много. Как вы отвечаете? Для этого много объяснений. Почему? Вот главная причина. Почему хотят? Ну это прежде всего финансовый вопрос. Вот я тоже так ответила. Это чисто меркантивный финансовый вопрос. Но кроме этого еще есть второй вопрос. Это личная карьера, личные перспективы. Европейский Союз это должности Европарламента, евродепутатов. Европейский Союз это должности еврокомиссаров. Европейский Союз это доступ к различным другим европейским структурам. Это члены суда европейского. Это там разные. И что, никто о принципах и ценностях больше не... Нет, но вы посмотрите, что у нас творится. Совсем грустно, я расстроена. Какие принципы? Ну вы посмотрите, что у нас происходит в стране. Да я вижу, что происходит в стране. Ну вот видите, какие же здесь принципы? Я тоже сторонник. Я вот по своей глупости, я по своей глупости, несмотря на то, что я уже прокололся, как я сказал, поверил не тем людям. Я по всей своей глупости продолжаю верить в эти европейские ценности. Я являюсь демократом убежденным. Убежденным. Я всю свою жизнь поступал на основании демократических принципов. Никогда не отступал от них. Даже когда работал в прокуратуре в советские времена, за что меня неоднократно там давали по рукам. Но дело не в этом. Дело в том, что у каждого человека есть свои личные принципы. Либо их нет, либо их нет. Но иногда у нас жизнь показывает, что очень финансово выгодно заявлять, что ты являешься сторонником, а фактически сделать так, чтобы просто извлекать из этого какие-то финансовые выгоды. Сложный вопрос, да? Сложный вопрос. Но интересно. Но надо в этом все равно разбираться нам. Господин Павловский. Надо. Потому что, ведь понимаете как? И мне бы, например, не хотелось, чтобы евроинтеграция воспринималась нашими гражданами подавляющим количеством так, как им дают. Им просто дают этот посыл, и они его, собственно говоря, ловят. Что как вселенская, знаете, манна небесная. Ведь никто уже не думает, что будут другие проблемы. Все вот думают, ну, значит, все будет тогда хорошо на второй день. Люди мне объясняются, что такое европейская интеграция. Я рассчитываю, что может с референдумом начнут объяснять. Как думаете? Вот сейчас будут же как-то говорить об этом. Этот референдум, на мой взгляд, очередная глупость властей. Почему? Я объясню очень просто. У нас есть договор об ассоциации. Есть. Есть. Он подписан Молдовой. Да. Он порождает обязательства со стороны Молдовы. Да. Молдова обязана соблюдать его? Конечно. Конечно. Сейчас, если в результате референдума ответ будет нет, что будет с договором об ассоциации? Не знаю. Я как-то вот так про договор не думала. А как вы считаете, какие шансы того, что народ скажет нет? Сейчас, секундочку, дойдем до шансов. Вот дальше, дальше у нас, нам дали режим, безвизовый режим. Да. Тоже это из той же самой категории. То есть, Европейский Союз совершает действия, которые нам как бы выгодны. Нам открыли, пожалуйста, доступ к европейскому рынку. Потом нам дали статус кандидата. Сейчас вот начались с нами переговоры. Начнутся они что? Начнутся, да. Начнутся. Ну, в принципе, принято решение. Где вот эти все 35 разделов, там все эти легалопроксимейши, там приведение соответствия наших национальных актов с АКИ Коммунитер. Что будет с этим? Не знаю, что будет с этим всем. Вы знаете? Так вот, самое страшное не то, что вы не знаете или я не знаю. А самое страшное то, что они не знают. Вот те, кто занимается вот этим политическим пиаром и за счет государственного бюджета пытаются каким-то образом подпереть палочками свой шатающийся и падающий рейтинг. Вот они не знают, что будет. И они не предвидят это. Они не задумываются. У них напрочь отсутствует стратегическое мышление. То есть они даже подумают. Если мы выигрываем референдум, это окей, нормально. А если мы его теряем, что будет? Каковы правовые последствия этого? Кто-нибудь об этом задумывался? Не знаю, если задумывались, но я думаю, задумывались над тем, как сама власть оценивает свои шансы. Не только не задумывались, но вы слышали, что кто-то обсуждал вот эти вещи в том смысле, что я вам говорю? Нет, не слышал. Не слышали? Потому что я юрист, я рассуждаю как юрист об этих вещах. А они люди, которые далекие от этих всех. Им нужно подпереть падающий, шатающийся рейтинг уважаемой господи президента. И все, и для этого они избирают, выдумывают вот эти выходы. И другой вопрос. Референдум-то они собираются проводить как бы конституционный. Не как бы, а президент сказал. Ну, она сказала. Она не имеет права инициировать вообще референдум. Ну, ладно, она сказала, как всегда. Она сказала это. Парламент сказал. Хозяин слова. Согласна. Захотела, дала, захотела, забыла обратно. А другую. Ну, вот посмотрите, для того, чтобы это был конституционный референдум, для этого должно быть сформулировано положение конституции, которое должно быть включено в текст. Помните в России, в Российской Федерации, когда Лельцин собирался проводить конституцию, менять конституцию? Да. Они тоже сделали там изменения. Но это было сложно для людей, для восприятия. Они тогда организовали компанию. Да, да. Они вопросы даже, да. Да, да, нет, да. Да, да, нет, да. То есть чисто, чтобы на... Собирают это нейролигуистическое программирование. Это одна из форм нейролигуистического программирования. Собирали многотысячные толпы, выходили артисты, пели песню, и потом, да, да, нет, да. А может, вас скромнее, господин Павловский думает? Если мы сейчас начнем прямо этим заниматься, нас обвинят уже в агитировании. Может так, нет? Да кто их-то поймет? Не знаю, я пытаюсь вот сейчас оппонировать вам и пытаться... Я тоже пытаюсь найти какую-то логику в их действиях. И кроме единственного объяснения, желания подпереть палочками так со всех сторон падающий рейтинг, я другого объяснения не вижу. Потому что по-любому, с любой стороны, если взглянуть на эту ситуацию, то... Ну хорошо, а Европа на это все смотрит, я имею в виду чиновники. Я не имею в виду вот отдельные, да, какие-то там представители Европейского Союза, которые не всегда, кстати, говорят там прям, что все. Вот они могли бы, наверное, вот высказаться совершенно четко и сказать, что судьба европейского выбора Молдовы, это очень серьезно. Мы призываем подумать, или еще как-то так, и вот чтобы было понятно, нет? Нет, это невозможно. Они не вмешиваются во внутренние дела, по крайней мере, вот официально, чтобы они вот там с экрана телевизора бы выступали. Нет. Они могут неофициально встретиться где-нибудь там... А это не вмешательство в дела, господин Павловский. Страна кандидат, наступление, им не все равно. Но в данной ситуации вмешательство. Это вмешательство, да. Они должны были, они могут там встретиться где-то на застыкарном вина, где-то там в какой-то краме там обсудить и так, между прочим, сказать, что... Ну вот журналист спрашивает, это нормально ответить на этот вопрос так, как я говорю? Ну да, если журналист спрашивает, это нормально. Хорошо, вот смотрите, после того, как конституционно... Я все-таки хочу добить этот вопрос, он мне интересен очень, потому что мы же должны понять, мы всегда, каждый раз вот будет то, что будет происходить, у нас будут говорить, да, несправедливо того-то тех сняли, ну, что-то не судьба, не повезло вам, ребята. И далее все идут по своей повестке. Спикер Гроссу, вот надо отдать должное, честно сказал буквально вечером того же дня, что власть примет новый закон, но не позволит, как он говорит, чтобы преступные элементы подрывали демократию. Я вот посидела, помогите мне сейчас, пожалуйста, какой закон теоретически может быть принят? Знаете, больше, чем они подрывают демократию, никто ее не подорвет. Ни Путин, ни Шмутин, ни кто там еще, Эрдоган, никто не подорвет больше, чем они подрывают своими непродуманными действиями. Какой закон они примут, мне сложно на этот вопрос ответить, потому что от них можно ожидать всего, что угодно. Поэтому трудно сейчас сказать. Я думаю, что они сделают какое-то дополнение к закону, к кодексу, избирательному кодексу. Да, кодекс о выборах или избирательному. Да, к кодексу о выборах. Туда они включат какое-то положение, как они сделали до сих пор. Может быть, даже то же самое положение, потому что, как я уже сказал, Конституционный суд не высказался по существу. По существу. Он высказался по совместному голосованию, первому, второму чтению. Они сейчас сделают тот же самый закон, только по времени. Там сделают неделю между двумя голосованиями и опять проголосуют. Ну хорошо, Европейский суд по правам человека, ведь будет же рассматриваться эта ситуация? Ведь они же тоже понимают, что будет... Ну, Европейский суд по правам человека, он занимается рассмотрением конкретных жалоб. Будет жалоба? Ну, по существу. Будут осматривать? Будут жалоба? Будут осматривать. Поэтому, опять же, многое будет зависеть от того, как эта жалоба сформулирована и были ли исчерпаны национальные средства защиты. И когда мы говорим об исчерпании национальных средств защиты, мы имеем в виду не просто механическое прохождение трех уровней юрисдикции, то есть первая инстанция, апелл, апелл и касация. Не просто механическое прохождение трех уровней юрисдикции, а и говорим о том, что проходя эти три уровня юрисдикции граждане должны поднять все те вопросы, которые они в дальнейшем планируют поднять перед Страсбургским судом. То есть принцип простой. Перед Страсбургским судом нельзя поднимать что-то в первый раз, впервые, без того, чтобы это было поднято изначально перед национальными властями. Я понимаю, да, что таки Европейский суд будет заниматься этим вопросом, надо посмотреть. Ну так там же были внесены жалобы. Да, поэтому я и говорю, что насколько я понимаю, что мне просто в этой связи очень интересно, люди же понимают, что все это будет рассматриваться, будут какие-то аргументы, они же просят дополнительные. Надо подождать, надо посмотреть, как это, что будет. Но тем временем мы даем, конечно, почву для того, чтобы нас рассматривали пристальнее, потому что у нас скандал, господин Павловский, связанный с главой комиссии по ветингу и при ветингу. Это я немножечко сейчас... Да, это немножко из другой сферы. Но все равно касается нашей реформы юстиции. Ну да, это отредной провал властей, как я уже говорил, дело о том, что они не знают, что надо делать, они не знают, в чем заключаются основные потребности молдавского государства и основные потребности молдавского общества. Они не знают, они не понимают этих вещей, они их не чувствуют. И это происходит из-за того, что у них нет опыта. У них нет опыта, у них нет знаний. И я все больше начинаю склоняться к тому, что у них нет и желания. Потому что если бы они поступали так, как они даже поступать в соответствии с законом, с конституцией и тому подобное, то никогда бы у нас не было такой ситуации, с которой мы столкнулись. Это распуск партии, это снятие кандидатов. Этого не было бы никогда абсолютно. Знаете, как у нас? Если я не знаю закон, то тем хуже для закона. Вот так они по этому принципу не работают, к сожалению. Ну вот смотрите, все-таки я к этой теме вернусь, потому что скандал получается действительно серьезный, потому что все уже его комментируют. Все, значит, оппозиционные, ну не все, но многие оппозиционные политики заявляют, что должен уйти в отставку Герман фон Гебель, это глава вот этой комиссии, собственно, вокруг которого вся эта ситуация и разворачивается. Он сказал, он заявил в противовес, что он не участвовал в неочередной аттестации албанских судей, что ему вменялось, да, и прокуроров. Но помогал Верховному суду Албании в разработке стратегии по сокращению количества нераскрытых дел. сомнения возникли, вот для зрителей, напомню, как на сайте, после того, как на сайте антикоррупции, со ссылкой на голландскую прессу, значит, было написано, что административная деятельность этого Германа фон Гебеля в Международном уголовном суде в Гааге была отмечена противоправными действиями, нанесла ущерб суду на сумму не менее 760 тысяч евро. Ну, в общем, он, конечно, все это дело отрицает и говорит, что он не виноват, в отставку не собирается, а люди говорят, что вот прям нанесли большой ущерб нашей этой реформе, витингу-приветингу. Ну, вы знаете, что сегодня стало известно? Что итальянка Мария Джулиано Чевинини, вот еще одна член комиссии вот этой, да, и она вот написала заявление, ее, и это заявление будет рассматривать парламентская комиссия, тоже хочет уйти. Что происходит с этими людьми? Почему все хотят уйти, иностранцы? Ну, господин председатель, я так понял, что он не собирается уходить. А, ну, я сейчас... Он зубами держится за эту должность, несмотря на то, что в обществе возник скандал. И в основе этого скандала находится он, то есть никто либо другой, а он является, находится в базе этого скандала. И, конечно, с точки зрения видимости, которую он создает, это неправильно. Он должен был подать в отставку уже давным-давно. Даже если предположим, предположим, что эти обвинения неправильные, предположим, что они неправильные, предположим, что они, наверное, не столько неправильные, сколько не совсем справедливые, да, Даже в этом случае он должен был подать в отставку, потому что он должен задумываться о авторитете той комиссии, которую он возглавляет. Он своими действиями уже дискредитировал эту комиссию. Повторяю, даже если он идеальный и прозрачный, как стеклышко, как лединка, все равно он должен был уйти в отставку, чтобы сохранить видимость из понятия доктрины видимости. Нас люди судят не потому, что мы есть, а потому, какую видимость мы создаем своими действиями. Я могу быть самым идеальным человеком, но если я выйду и начну плеваться сейчас, плевать на пол или что-то другое делать, то вы будете меня судить не потому, что я хороший юрист, хороший судья, а потому, что я натворил здесь. Вот тоже самое здесь. Теория видимости, она в данном случае должна быть применена 100%. Я поняла. Я не успела просто договорить, что происходит с этими людьми. Я имела в виду, что иностранцы очень, не только сейчас, они, вы заметили, многие начали, нет, секунду, я сейчас все-таки скажу, что я имею в виду, а то получается со смыслом. Многие иностранцы реально, инвесторы после всех этих конкурсов, вот сейчас итальянка, вот что происходит, почему они просто разворачиваются и говорят до свидания, нет, и все. Вот что им не нравится, законы наши, управление, сами наши управленцы, власть, вот что происходит с ними? Так вот, в отношении члена комиссии, которая подала в отставку, как раз то, о чем я сказал, теория видимости. То есть видимость такова, что госпожа не хочет мараться об то, что происходит у нас. Она заботится о своем авторитете, о своем имидже, о своей дальнейшей судьбе, и поэтому она не хочет иметь ничего общего с тем, что происходит в нашем государстве. И это вот так воспринимаю. Потому что заработная плата у них более чем комфортабельная. Более чем комфортабельная. С такой заработной оплатой люди добровольно не уходят. Просто так вот взял, там и отказался, не бывает такого. Не бывает такого. Единственное объяснение, которое может быть, это желание сохранить свое лицо, сохранить свой имидж и не мараться о том, что в этой... Потому что помимо господина председателя, там есть еще одна дама, которая имеет дела, проигранные в Чедо, имеет огромное имущество, происхождение которого никто не проверял. То есть там есть нюансы. Есть нюансы. Я думаю, что это является основанием для того, чтобы подать в отставку. На самом деле, да, потому что я имею в виду, что на самом деле тема важна, потому что многие говорят и об имидже страны, уже не только о реформе. Ну, мы с вами уже как-то начали эту ситуацию рассматривать. Ну, вот смотрите, еще одна отставка, это господин Берлинский из ЦИКа. В ЦИКе там же тоже интересно, это секретарь ЦИКа тоже вчера подал в отставку. Значит, объяснил ее личными мотивами. Но люди-то сидят и думают, ну, как-то так странно, да, что до сих пор вот было так, а сейчас вот какие-то личные мотивы. В ЦИКе происходит нечто сходное, по вашим словам, либо это другая ситуация? Ну, я хочу сказать, что это вообще плохая практика, когда человек подает в отставку без объяснений. Ну, у нас это очень распространено. Когда я ушел с поста министра, я не подавал в отставку. То, что говорят, что Павловский подал в отставку, это ложь. Я не подавал в отставку, нет моего заявления об отставке. Я сделал декларацию о несовместимости, потому что у меня были личные несовместимости. Я был адвокатом по делам ЧЕДО, по жалобам, которые были внесены в ЧЕДО. И как министр юстиции должен был принимать участие в рассмотрении жалоб, которые я же подал. Одна из них была лично моя жалоба, когда мои личные права нарушались. То есть там были основания для заявления о том, что у меня несовместимость. Там можно было все это урегулировать, но госпожа, тогда премьер-министр, она не посчитала, нужно со мной встретиться. Хотя она сказала, что нам надо встретиться, обсудить, как... Но она отказалась от этой идеи, не захотела со мной встречаться. Вот. Но я тогда опубликовал, я свою декларацию о несовместимости, я ее опубликовал. Если вы покопаетесь в гугле, вы найдете. Я посмотрю, мне интересно, на самом деле. Она есть опубликована, да. Вот. Но так никто не делает. Все заявляют личные мотивы, там, в состоянии здоровья. Ну да, вот председатель конституционного суда, Дода Микиманоль, я не буду сейчас фамилию говорить, все-таки. Но он тоже сказал, что вот ухожу, да, и все. Там не только председатель суда, там без суд ушел. И понимаете, нет, ну последняя отставка, когда уходит в отставку председателя конституционного суда после оглашения приговора. Мы ведь вправе знать, что происходит? Ну конечно вправе знать. Это не единственное необъяснение, да, почему? Если они другие власти, не так, как те предыдущего режима, то они, конечно, должны объяснить, представить обществу разумные объяснения. Почему это происходит? Иначе, если разумных объяснений нет, в обществе начинают распространяться различные слухи. И общество вправе распространять эти слухи в отсутствии информации. Потому что слухи-то разные, там не один такой, тут такой слух и все. Там на любой вкус можете найти эти слухи. А происходит это из-за чего? Из-за того, что государство не выполняет свою функцию по информированию собственного народа. Ну, может, люди сами не хотят говорить. То есть, вы понимаете, как бы они тоже, вот все уходят. И же, наверное, почему не объясняют причины? Боятся чего-то? Как полагается? Я не настолько наивен, чтобы думать, что человек взял, просто так и ушел с функции писателя конституционного суда. Вот надоело мне быть. Я ушел с функции министра, да, я ушел. Но я написал заявление, я объяснил, я по сей день считаю, что я поступил этично, правильно, более того, идеально. Потому что если бы я остался в должности министра и начал бы рассматривать заявление, которое я же подал в Странсбургский суд, то были бы вопросы. Более того, если бы я отдал этот сегмент работы кому-то из замов, по-любому люди сказали бы, понимаете, что вы хотите. Он написал, этот зам рассматривает, это же одна и та же гашка. Согласны вы, что так было бы? Согласна. Я уверена, что так бы было. Да, я тоже в этом уверен. Хорошо. На самом деле я попыталась поговорить по поводу того, что происходит в ЦИКе, потому что это тоже не первая там отставка. Вы же понимаете. Мне самой интересно сейчас перед выборами все, что происходит в ЦИКе. Оно крайне интересно. Почему люди... Я могу только поспекулировать на эту тему. Не надо. Спекулировать, что это так вы не знаете. Хорошо. Тогда поговорим... Вы начали эту тему. Это ситуация с пятым каналом. Все-таки про свободу слова. Тема мне тоже крайне для меня важная. Вот совет. Я должна это произнести по продвижению инвестиционных проектов. Вот так. Национальной значимости. Приостановил работу этого телеканала. И такое решение было принято в связи с подозрениями, что бенефициарные владельцы компаний причастны к деятельности, затрагивающие госбезопасность. Ну вот, мне кажется, тут все прекрасно. И то, кем было принято решение и причина, но я могу ошибаться, хочу послушать вас. Я хочу сказать, что вот это так они понимают продвижение инвестиций. Вот я да. К сожалению, вот так они понимают продвижение инвестиций. У нас сейчас инвестиции нужны как воздух. Как воздух. Экономика Молдовы задыхается без инвестиций. Мы влезли в долги. Мы набрали миллиарды, миллиарды лей долгов. Мы эти деньги просто взяли и банально проели. Проели. На пенсии, на заработную плату, на всякие другие удовольствия. На машины для министров, на повышение зарплаты для министров. Мы проели эти деньги. Тогда как они должны были использоваться для инвестиций. То есть деньги должны генерировать деньги. Как Карл Маркс писал, деньги, товар, деньги. Не выдумано ничего другого. В данном случае, я думаю, что это очередной провал молодавских правителей. Очередной провал молодавских правителей. Сложно объяснить, почему этот орган занимается средствами массовой информации. Я прошу прощения. Открывайте их сайт, посмотрите, сколько они решений принимали. Сколько это принимало. Решение номер один, закрыть канал. Решение номер два, закрыть канал. Вы хотите сказать, что специально эта структура была создана для того, чтобы принимать такие карательные именно в отношении СМИ? Они знали, что им придется закрыть эту гашку с комиссией по чрезвычайным ситуациям. Почему у нас закрыли, прекратили чрезвычайную ситуацию в Молдове? Не потому, что они резко стали демократами. Нет. А потому, что в условиях чрезвычайной ситуации невозможно проводить референдум. Невозможно проводить референдум. Поэтому, чтобы провести, удовлетворить врелки, хотелки госпожи президента, вот сняли это, но надо же было что-то другое придумать, чтобы продолжать эти решения. Господин Рычан, что сказал? Что каналы не откроют. Не откроют. Все думали, что конкретно он имеет в виду. Они, получается, об этом уже задумывались. Еще тогда они задумывались, когда им задавали вопрос, что будет после того, как. Он ответил человек со всем своим простодушием. Ляпнул то, что он... Ну, хорошо, но в связи с подозрениями, что бенефицирует... Понимаете, в связи с подозрениями. Ну, понимаете, я все время так... Я уже устал повторять. Это очередная их глупость. Я пытаюсь понять, что приводит к таким умозаключениям. Ну, вот вы посудите. Свобода слова гарантирована Европейской конвенцией. Она может быть ограничена. Да, она может быть ограничена. Она не безлимитна, не безразмерна. Она может быть ограничена. Но любое ограничение, любое вмешательство в осуществление права, оно должно быть предусмотрено законом. Не то, что там должен быть вывод сделан, что предусмотрено законом. Она должна быть прямо предусмотрена в законе ограничений. У нас вот сказали, что продвигали войну путем молчания. Да, да, да. Пропагандировали. Пропаганда через молчание. Да, пропагандировали через молчание. Больше глупости не может быть. Это не то, что глупость. Это вообще, с точки зрения права, это вообще несовместимо со здравым смыслом. Почему? Потому что если ты хочешь сделать это... Ну да, любое тоталитарное государство, любой тиранский режим, он может там ограничивать права своих граждан, как он там хочет. Но для этого должен быть закон, и в законе должно быть предусмотрено. Пропаганда через молчание. То есть должно быть такой термин даже юридический. Да, да, да. Должен быть термин. То же самое, что в отношении олигархов. Вот у нас там олигархи, то и все. Я как юрист смотрю на эти вещи. Что такое олигарх? Какой закон у нас предусматривает понятие олигарх? И какой закон предусматривает у нас ответственность за то, что ты олигарх? Где у нас такой закон? У нас нет этого... Не визуала, да. Ну нет, ну понимаете, у нас применяют ограничения без того, чтобы их предусмотреть в законе. Но не может быть наказание без закона. Ну я понимаю, они не понимают, они не знают, они неграмотные, некомпетентные. И обращаясь просто к нашим гражданам, которые смотрят, что люди должны понимать, что согласно практике Сталбургского суда, любое ограничение права должно быть не просто деду с один леди, не просто вот вывод сделан быть. Оно должно быть прямо предусмотрено в законе. Прямо. Если в законе не предусмотрено, это ограничение не может применяться. Если люди обратятся в Сталбургский суд, они выиграют дело 100%. Но зависит, как это все преподносить. Я вот вам даю мотивировку, да, объяснение. Вот примерно такой подход должен быть. И последний вопрос, о чем времени остается мало. На этой неделе судья Фортуна заявила, что она намерена подать в суд на президента, потому что она за, как это сказать, за оскорбление чести и достоинства. Ну, я не знаю, зачем, как бы, то есть суд на президента, ведь иммунитет же есть у президента, да, насколько я понимаю? Нет, ну, у нас, насколько я понимаю, уже подавались заявления президентов, господина Додона вообще его закрыли. Но это экс-президент, а в отношении, когда президент исполняет свой мандат, разве у него нет на этот период неприкосновенности? Я сейчас не хочу сказать, не хочу спорить, что я не изучал. Я признаюсь, что я не изучал этот вопрос, но, опять же, с точки зрения практики Страсбургского суда, это не является ограничением права на подачу заявления, на защиту своего права. Госпожа президент, она, прежде чем что-то ляпнуть, она должна подумать, а если на меня подойдут в суд, как я это буду доказывать? А нет, ну, не существует права оскорбления, права лжи бездоказанной, не существует. И никто, и прежде всего президент не должен нарушать права других людей, он должен защищать права других людей. А у нас, к сожалению, госпожа президент, как я понимаю, у меня такое мнение, что она несколько специфически понимает, что это какова роль президента. Вот, и она постепенно-постепенно скатывает, сталкивает наше государство в эту пропасть территориторизма, уже с некоторыми элементами тиранства. Ну, у нас, знаете как, у нас, что представляет из себя пост президента, вообще у каждого из них, кто занимал этот пост, было свое представление. Это, кстати, хороший вопрос в отношении того, чтобы подумать. Потому что все зависело от того, сколько человек было в парламенте, на что мог опираться президент, что за личность это была в конечном итоге. Мы же помним Митимофте и Воронина, да? То есть, ну, разное было. Да, это сложный вопрос. Поэтому, наверное, сложный вопрос, но тем интереснее, наверное. Благодарю вас за то, что вы отвечали на мои вопросы, с вами всегда интересно беседовать. Надеюсь, я не шокировал ваших зрителей своими заявлениями. Я тоже надеюсь, но с вами интересно беседовать, потому что вы отвечаете, по крайней мере, на то, что нас волнует, именно с юридической точки зрения. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Вы смотрели программу «Де Факто». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»